Здравствуйте! Меня зовут Николай Крэйвис, сооснователь и директор по развитию компании Escopark. В этом видео мы рассмотрим основные моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание при организации скейтпарка в вашем городе. Прежде чем осуществлять устройство скейтпарка в своем городе, вам необходимо понимать, на какую из дисциплин он будет направлен. Существует 5 дисциплин, на которых ориентированы скейтпарки. Две самые основные это скейтбординг и BMX дисциплины. Важным моментом является то, что оборудование этих двух дисциплин существенно различается, поэтому вам предварительно необходимо провести опрос у местных райдеров, чтобы понимать, на какую из дисциплин делать основной уклон или же сразу делать скейтпарк универсальным. Также в скейтпарках катаются на МТБ, роликах и кикскутере. МТБ райдеры отлично могут использовать оборудование, предусмотренного для BMX дисциплины. Для катания на кикскутере подойдут любые фигуры в скейтпарке, а для роллербледдинга мы рекомендуем устанавливать дополнительные элементы. В каждом регионе России и страны СНГ уровни райдеров различаются, поэтому вам необходимо учитывать уровень райдеров именно вашего региона. Наиболее востребованным в настоящий момент являются скейтпарки, ориентированные на средний уровень с линией для начинающих райдеров. Очень частой ошибкой является рассматривать скейтпарк как малые архитектурные формы. Скейтпарк это не просто хаотично расположенные фигуры на площадке. Скейтпарк это комплексное, проектное и безопасное решение, позволяющее райдерам рационально использовать каждую фигуру в скейтпарке. Чтобы разместить минимальный набор фигур для начинающих райдеров, ориентированных только на какую-то одну из дисциплин, вам потребуется площадка от 250 квадратных метров и более. Оборудование для скейтпарка можно устанавливать на асфальтированную или забетонированную площадку. Важным моментом является то, чтобы площадка была гладкая и ровная, чтобы снизить уровень травматизма и повысить уровень комфортности райдеров при катании в скейтпарке. На открытых площадках необходимо предусмотреть уклон в 1-2 градуса для отвода дождевых и талых вод. Установка скейтпарков на площадках с большим уклоном не допускается. В случае, если у вас нет возможности подготовить площадку под скейтпарк, то основанием может служить просто грунт. Существует типа фигур, который позволяет установку скейтпарка без специально какой-либо подготовленной поверхности в виде асфальта или бетона. Основным местом установки скейтпарков являются парки, скверы, спортивные объекты, школы, жилые комплексы и коттеджные поселки. Если скейтпарк планируется устанавливать рядом с другими спортивными объектами или детскими игровыми площадками, то тогда его необходимо оградить забором или же применить другие меры для раздельной эксплуатации. С вами был Николай Крэйвис. Увидимся в следующем видео!